Массаж от 9 до 12 месяцев. Массаж надо проводить не раньше, чем через 40 минут после кормления, при температуре воздуха не ниже плюс 22 градусов. Массаж не должен вызывать или усиливать болевые ощущения у ребенка. Нельзя массировать ребенка перед сном. Итак, начинаем с массажа рук. Берем кисть малыша, поглаживаем, растираем ладонную поверхность, затем разминаем каждый пальчик. Сначала с ладонной, после с тыльной стороны. До трех раз. Старайтесь комментировать вслух, что вы делаете, чтобы малышу было интересно. Называйте каждую часть тела и сторону. Левая, правая. Поглаживаем тыльную поверхность кисти. До шести раз. И продолжаем по разгибательной поверхности руки от кисти к плечу. Поглаживаем до восьми раз. Растираем подушечками пальцев до шести раз. И разминаем до трех раз. Растирание еще можно выполнять, обхватывая руку ребенка первым и вторым пальцами. Теперь выполняем легкие поколачивания по разгибательной поверхности руки. Не более пяти секунд. Вторую руку массируем аналогично. Начинаем с ладошки. Гладим круговыми движениями. Разминаем каждый пальчик. По два-три раза. Затем поглаживаем тыл кисти и руку по разгибательной поверхности к плечу. До восьми раз. После растираем средними пальцами, обхватив руку ребенка до шести раз. И разминаем руку до трех раз. Можно выполнить легкие поколачивания по разгибательной поверхности руки. Не более пяти секунд. Напоминаем, что нельзя массировать подмышечные впадины и суставы. Делаем обнимание. Фиксируем запястье малыша и сначала разводим руки в стороны, а затем выполняем обхватывающие движения. То левая рука сверху, то правая, то левая, то правая. До шести раз. Затем поднимаем и опускаем руки совместно. До четырех раз. И поочередно. Раз, два. Раз, два. До четырех раз. После выполняем сгибание и разгибание рук в локтевых суставах. До восьми раз. Переходим к животику. Сначала гладим его по часовой стрелке до восьми раз. И растираем легкими круговыми движениями тоже по часовой стрелке. До трех раз. Нельзя массировать область печени и селезенки, левой и правой подреберье. Теперь стимулируем косые мышцы живота. Сначала поглаживаем по боковым поверхностям к пупку средними пальцами. До шести раз. И производим легкое разминание большими пальцами или подушечками второго, третьего, четвертого пальцев рук по часовой стрелке. До трех раз. Массаж ног. Производим поглаживающее движение по подошве от пяточки к пальчикам. До четырех раз. А затем выполняем движение, напоминающее восьмерку. До четырех раз. После раздираем подошву от пяточки к пальчикам. А затем выполняем легкие поколачивания. Не более пяти секунд. Теперь разминаем каждый пальчик круговыми движениями. По одному-два раза. Продолжая фиксировать стопу, производим поглаживание по тыльной поверхности стопы. До шести раз. Растирание до четырех раз. И разминание до четырех раз. Далее по наружной поверхности голени и бедра до тазобедренного сустава поглаживаем. До шести раз. Затем производим растирание. До шести раз. Теперь выполним разминание подушечками средних пальцев от стопы к бедру. До шести раз. Нельзя массировать паховую область и внутреннюю сторону бедра. Теперь пощипывающе-поколачивающее движение от стопы к бедру. До трех раз. Со второй ножкой мы выполняем аналогичные манипуляции. Поглаживаем по подошве от пяточки к пальчикам. До четырех раз. Выполняем движение, напоминающее восьмерку. До четырех раз. После растираем подошвенную поверхность от пяточки к пальчикам. Не более пяти секунд. А затем выполняем легкие поколачивания. Не более пяти секунд. Снова разминаем каждый пальчик. По одному два раза. И производим медленное поглаживание по тыльной поверхности стопы. До шести раз. Затем растирание. До четырех раз. Далее по наружной поверхности голени и бедра до тазобедренного сустава поглаживаем до шести раз. Затем растираем до шести раз. И разминаем до трех раз. Снова пощипывающее поколачивающее движение от стопы к бедру. Погладим грудку от середины грудины к подмышечным впадинам. Можно выполнять это подушечками второго, третьего, четвертого или большими пальцами рук. До шести раз с каждой стороны. Затем растираем грудку от середины грудины к подмышечным впадинам. До четырех раз с каждой стороны. Нельзя массировать соски и околососковую область. А теперь легкие поколачивания. Не более пяти секунд. Переворачиваемся на животик. Делаем массаж спины. Сначала поглаживаем спинку по направлению от ягодиц к шее, подушечками второго, третьего, четвертого пальцев или тыльными поверхностями кистей обеих рук. Можно одной рукой, можно сразу двумя. Стараемся не задевать позвоночник. До шести раз с каждой стороны. Далее производим растирающие движения от середины спины к периферии по направлению от ягодиц к шее. До шести раз с каждой стороны. Затем производим легкие постукивания по задней поверхности грудной клетки. Не более пяти секунд. Поглаживаем голени и бедра по наружной поверхности от стопы к тазобедренному суставу. До восьми раз. А затем делаем растирание. До четырех раз. Разминание спиралевидными движениями с легким нажимом до трех раз. И легкие пощипывания ягодичных областей не более пяти секунд. Все повторяется со второй стороны. Поглаживаем до восьми раз. Растираем до четырех раз. Разминаем до трех раз. Затем пощипывание ягодиц. Не более пяти секунд. Заканчиваем легким спокойным поглаживанием по спине. Переворачиваем малыша на спинку и приступаем к гимнастике. Поднимаем прямые ножки, фиксируя коленные суставы в своих руках. До шести раз. Сгибаем и разгибаем ножки ребенка в тазобедренных и коленных суставах, фиксируя голени сначала поочередно левая, правая, левая, правая до восьми раз. Затем вместе до шести раз. Выполняем круговые движения в тазобедренных суставах. Сначала внутрь до шести раз. Затем наружу до шести раз. Делаем упражнение велосипед до восьми раз каждой ногой. А теперь топотушки. Фиксируем голени малыша и делаем так, чтобы стопы скользили по поверхности стола. От малыша к маме. До шести раз каждой ногой. Теперь сделаем несколько активных упражнений. Исходное положение лежа на спине. Фиксируем одной рукой коленные суставы ребенка. И подаем ему вторую руку, побуждая сесть. До трех раз. Затем в положении сидя выполним поочередно сгибание и разгибание ручек в локтевых и плечевых суставах. До шести раз каждой рукой. Исходное положение стоя, прислонившись спиной к маме. У ног ребенка кладем игрушку, удобную для захватывания. Фиксируем колени ребенка правой рукой, а левой поддерживаем его за живот. Общаясь, побуждаем ребенка наклониться и взяв игрушку, снова выпрямиться. Активное упражнение. Вставание и ходьба. Исходное положение. Ребенок сидит лицом к маме, которая побуждает его при помощи игрушки встать, пройти и дотянуться до нее. До трех раз. И напоследок еще одно активное упражнение. Сели, встали. Исходное положение. Ребенок стоит или сидит лицом к взрослому. Взрослый придерживает ребенка за обе согнутые в локтях руки и побуждает к активным действиям. Сели или встали. До трех раз. Оденьте ребенка в теплое белье и дайте ему отдохнуть. Продолжение следует.